В Европарламенте встретились с очевидцами «Чёрной пятницы». Инициатором мероприятия выступила депутат из Латвии Татьяна Жданок, известная своей активной пророссийской позицией. Из Одессы на слушание они пригласили мать погибшего в Доме профсоюзов и члена партии «Родина», который был в момент трагедии в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Они говорили об истории нынешних протестов в Одессе и о преследованиях участников страшных событий. В организации беспорядков они обвинили Игоря Коломойского. Подобные заявления возмутили присутствующих на слушаниях эксперта группы «Второе мая» бывшего ВВшника Юрия Мукана и активистку Евромайдана Алену Балабу. Это сделали для того, чтобы, вот, нагдали, да, латышские СМИ были, были российские СМИ, для того, чтобы сделать картинку. Представители Одесского Евромайдана заранее на заседание не приглашали. Активисты уверены, это из-за отсутствия внимания со стороны Министерства иностранных дел к такому важному событию. Деньги на поездку в Брюссель Алене Балабе и Юрию Мукану выделил губернатор Игорь Палеца из своего фонда. По 6 тысяч евро на каждого. Реакции не было, на самом деле, никакой. Это была такая самодояльность, потому что я начала бронювать квитки, не маючи грошей на это. Мы начали связываться, пытаться, каким образом, чи можно потрапить до Европарламента, чи будет переклад, потому что одна людина владеет англійською мову не на таком уровне, на котором требуется. У другого немецкая мова была. То есть началось такое. И в этот момент я подошла до Игоря Палеца и сказала, что нам нужно туда ехать. На слушаниях в Бельгии всем желающим бесплатно раздавали книгу «Нацизм» и «Евромайдан». Алена Балаба уверена, издание проплачено Россией, ведь оно о нацизме в Украине. Спонсоры труда – общественные организации. Авторы – россияне. Здесь страшные фотографии, которые рассказывают о том, какая страшная нацистская страна Украина, о том, как правый сектор штурмовал. То есть вы можете подойти, потом поснимать это все, посмотреть. Я взяла один экземпляр. Представители украинской диаспоры в Брюсселе набрали очень много экземпляров на самом деле. Но потом это все выкинули, чтобы это не досталось мирным европейским гражданам. Гастроли писателей и свидетели продлятся. Планируют вояжи по другим городам Европы. Книгу же намерены довести аж до Киева.